все я написала первое егэ по литературе сегодня знающие писали химию и по моему географию вот насчет химии походу там не все так хорошо как по литературе потому что многие выходили и с такое с такими словами что ну хотя бы 70 набрать и вот практически все кто выходил из кабинетов где писали химию говорили вот эти вот слова но я надеюсь что хотя бы 70 у меня баллов у меня в аудитории было два варианта первый вариант который писала я то есть это у меня попалась повесть шинель и есенинское стихотворение и какой-то второй вариант я если честно не знаю что там был за вариант и какие там были произведения вот такую вот шоколадку я брала уже конечно же я все съела но на экзамене я выходила один раз кстати в этом году по моему впервые так чтобы записывали во сколько ты выходишь и во сколько ты заходишь кабинет на уга например у меня такого не было в общем я на пять минут выходила попила водичку немножко шоколадки покушала и все ладно все подробно более так обширно я вам расскажу дома потому что неудобно держать телефон милана мне показывает что нету в машине и смотрите вот такой вот попытка вообще делал самостоятельно попытки называют эту бумажку по плиту но она типа видео так крутится в разные стороны я вообще когда никогда думаете сделал этот вот ноготь мне уже нужно маникюр переделывать он мне достаточно уже отрос у меня нет времени мы сейчас будем распаковывать посылку а кто-то тут уснул максе вообще удобно и он так вот просто аккуратненько головку положил на компьютер ну хоть чуть-чуть я хотел хоть лапку хоть хвостик почему ты такой наглый вообще кос скажите у вас тоже кто-то таки наглый у нас да или за только вот максимильяны такие ну что вы уже дома я сейчас буду распаковывать посылку от фирмы органик зоны я эту фирму просто обожаю вы кстати очень часто интересуетесь какой фирма у меня шампунь бальзам и скрабы для лица и это фирма практически вся у меня косметика потому что фирма правда классная ссылочка обязательно оставлю в описании под видео но и параллельно пока буду распаковывать буду вам рассказывать про сегодняшний экзамен кстати вы тоже пишите обязательно в комментариях как вы написали сегодняшние экзамены я знаю что сегодня была химия литература и географию или истории я не совсем понимаю в общем пишите как вы сегодня написали экзамен а если написали то как готовитесь а мне на самом деле очень интересно какие у вас попались темы я имею ввиду обращаюсь сейчас к тем ребятам которые писали литературу какие темы вам попались на экзамене потому что я уже на самом деле несколько посмотрела вариантов которые были но не вариантов а темы которые попадались ребятам так как в онлайн школе которая занимаюсь сейчас на данный момент готовлюсь к егэм там конечно же все начали вконтакте в группе выкладывать все свои варианты темы и вот прям чисто такого варианта как попался у меня я на самом деле не нашла такой наверное зависит от региона каждом регионе или каждой даже наверное школе свои варианты потому что вариант очень много единственно знаете был такой момент что пересекаясь например мне попалась первой части шинель и кому-то тоже попала чинель но вторая часть разная то есть стихотворения были разные вот видно так вот все эти варианты перемешаны и знаете какие-то тема страшные оказаться были вообще у кого-то например тема нужно было раскрыть образ сапога в общем вообще тема страшная а еще я на самом деле очень боялась что мне попадется тема например поэты и поэзия или творчество или миссия поэта но кстати миссия поэта вообще нормальная тема тут вообще ничего не могу сказать а вот творчество поэт и поэзия понятно что если мне этого попалась я бы написала придумала вспомнил какие-то стихотворения где можно взять эту тему но когда ты готовишься к егэ я думаю кто готовится кега по литературе я понимаю что есть какие-то определенные такие темы направления которых ты очень хорошо разбираешься и спокойно можно писать сочинение а есть какие-то такие направления темы нам которых ты вот как-то вот так вот и они тебе не очень нравится и оказывается на экзамене сегодня были такие темы но так хорошо что они не попались я была так рада на самом деле я очень переживала и когда я приоткрыла так вот ким и увидела примерные темы произведения увидела что мне попалась шинель они например война и мир я просто так радовалась мне хотелось там же прыгать я еще не начала писать но просто посмотрела что мне попалась не тут громоздкое произведение атака маленько повесть небольшая хорошенько и я просто так радовалась в общем пишите какие темы попадались вам а в 17 кстати задание я выбрала 17 1 и мне попалась тема как автор относится к венскому и длине недель итак первое что лежит этой посылочки это вот такой вот шампунь налеток гель для душа лаванда и розмарин да тебе похож на шампунь гель кстати посмотрите какая здесь бумага тише мне очень нравится как упаковывают все здесь баночки это будет очень очень круто я конечно же хочу все ой какой приятный запах сладки прям вот запах как у нас есть скраб такой для лица с лавандой его запах и очень похож что точно такой очень приятно еще один фито гель для душа этот гель анис и корица хочу тоже поехать но я думаю будет приятно пахнуть по крайней мере у корицы приятный запах а что такое анис я честно говоря не совсем понимаю а зачем не понимаю какой-то будет аромат сладенький вообще на самом деле абсолютно все гелия organic зоны сладко пахнут так же как и шампуни и принципе вся линия косметики она очень очень приятно имеет аромат это очень классно так кому не интересно просьба покинуть помещениях молодой человек освободите комнату кстати вся косметика фирмы organic зоны не тестируется на животных а знаете что здесь прочитала еще что этот гель улучшает настроение и помогает при депрессии потому что корица аромат корицы вообще на самом деле просто волшебно этот гель снимает нервное напряжение усталость и кто что тебе надо сегодня идем дальше так еще мы заказали тоник для жирной и проблемной кожи у нас он сейчас кстати есть так он он заканчивается он вообще крутой просто запах у него я знаю что очень очень приятный хорошие и мне нравится что эти тоники не сушат кожу а наоборот ее увлажняют потому что в одном но не основная частенько бывает что ты умываешься тоником и кожи становится такая сухая и стягивается до макс храпеть и такое крем для тела горная лаванда тоже маслом 6 здесь на самом деле разные масла здесь экстракт ромашки масло зарудыши пшеницы еще гель алоэ вера его нужно нанести на чистую сухую кожу легкими массирующими движениями ну ты руки маш макс громче чем я говорю это вообще нормально у кого-то уже как-то так храпят макс покиньте помещение ой у него прям такой запах лаванда прям такой сильный достаточно вот этих вот прям такой гили-гили такой тоненький здесь прям такой ты мог стар также я заказала вот так вот масло какао нерафинированное 50 миллилитров здесь написано были в миллилитрах конечно-то сложно но хватает его надолго смотрите вот так вот это выглядит потому что я уверена что многие не поймут что это вообще такое а я сейчас объясню что это вообще такое и как этим пользоваться я например не люблю бальзам и блески для губ ну не нравится не подходит они мне просто начинают после всех этих средств сохнуть поэтому я нашла средство которое меня просто выручает это вот так вот масло она вот такие вот кусочками достаточно большими лежит здесь его отламываешь на самом деле хватает вообще малюсенького кусочка в руках немножко так вот его растираешь она начинает таять и затем я наношу на губы то есть я их увлажняю питая губы пахнет просто нереально прям как будто бы шоколад но это масло какао и вот как раз таки шоколаде это масло и присутствует пахнет нереально сладким именно вот шоколадом а еще такой небольшой лайфхак как раз к лету классно увлажнять кончики волос с помощью этого масла чтобы они не сохли и особенно на море когда соленая вода постоянно соприкасается с волосами просто вообще божественно стоит здесь а еще кстати ну может быть кому-то это интересно нужна информация это масло помогает от растяжки бороться с растяжками ну и последнее что в этой коробочке лежит это вот такой вот наборчик там кстати на сайте разные есть наборы набора с гелями шампунями нет набора с гелями набор шампунями наборы с тониками мицеллярками кстати у меня такой набор тоник и мицеллярка здесь и еще по моему сыграть и есть в общем разные наборы еще раз повторю ссылочку оставлю на этот сайт написание под видео заходите смотрите вот такой вот наборчик набор на самом деле очень классно выглядит прям такой подарочный еще его можно упаковать в подарочную бумагу и будет вообще круто и наборе лежит вот такой вот тоник для жирной проблемной кожи мятный чай и этот тоник точно такой как мы уже заказали потому что мне этот тоник очень подходит в принципе и маме тоже поэтому у нас очень быстро израсходуется и мы заказали сразу 2 тоника и в этом наборе еще была вот такая вот мицеллярка мицеллярная цветочная вода в этой мицеллярной воде если ты розмарина и лаванды также экстракт мяты в общем мицеллярная вода всегда необходимо удалять макияж с лица вечером это всегда незаменимая вещь кстати еще один плюс этой мицеллярки после нее глаза не щипят то есть бывают такие мицеллярки когда ты умываешься и потом хочется плакать все глаза горят у тебя вот этой мицеллярки у меня такого не происходит потому что не содержит спирт в общем косметика я запаслась и теперь иду довольна есть хачпуре сыра и смывать макияж мне пожалуйста вот этот вот гель с корицей волшебный это тебе успокаивается мне волшебство волшебный гель с имбириум а если берем с корицей кстати на самом деле вот я не видела геля с корицей в первым и когда заказывали я впервые увидела скорее а я очень люблю аромат корицы я еще люблю добавлять в кофе корицу поэтому когда увидела что есть гель с корицей я поняла что нам необходим ладно все всем большое спасибо за просмотр и всем пока